МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Юлия Александрова. Здравствуйте и коротко о главном в этом выпуске. Действующие лимиты на хранение и перемещение белорусами алкоголя для личного пользования могут снять. Президент одобрил такое намерение. При этом наказание за нелегальный оборот планируют ужесточить. Евгений Горин знает подробности готовящегося документа. Куда уходит белорусский виртуальный продукт и насколько техосмотр опустошит ваш кошелек? Об этом и не только. Через несколько минут в экономическом обзоре Юрий Таболин. На юге Беларуси стартовала пассивная кампания. В Брестской области уже засеяли больше 3000 гектаров. В особенностях начала полевых работ этой весны расскажет Петр Бутрим. И вновь на Могилевской сцене. Премьерные спектакли из девяти стран мира покажутся на фестивале Март Контакт. Президент Беларуси потребовал ужесточить ответственность за нелегальный оборот алкоголя. Такое поручение Александр Лукашенко сделал во время сегодняшнего совещания. Итак, правила перемещения и хранения спиртного будут регулироваться новым декретом. Его проект и рассматривался сегодня у главы государства. Евгений Горин изучил документ. Больше пяти литров импортного и больше 15 литров отечественного алкоголя дома хранить без чека незаконно. Так получается. Есть такое ограничение в Беларуси. Появилось оно 10 лет назад. Тогда боролись с контрабандистами. Но кроме спекулянтов, на закон напоролись и некоторые граждане. После резонансного случая в Гомеле о проблеме заговорили СМИ. 178 бутылок водки, виски, рома, вина, бальзама и коньяка. Житель Гомеля, пожелавший остаться анонимным, алкоголем не злоупотреблял. А социальным элементом не являлся. И продавать спиртное никому не продавал. Просто хранил. По собственному признанию коллекционировал. Суд принял в соответствии с кодексом административных правонарушений решение о том, чтобы оштрафовать этого гражданина на 2 миллиона рублей, изъять алкоголь. Получается, домашний мини-бар это уже преступление, недоумевали комментаторы, осознавшие, что по букве закона являются нарушителями. А некоторые особо бдительные доброжелатели начали писать налоговикам письма с домашними адресами коллекционеров спиртного. Правоохранители разводили руками. Закон есть закон. Через месяц стало известно, что лимиты для физлиц отменят декретом президента. Сегодня проект документа оказался на столе у главы государства. Я просто напомню, откуда появился этот вопрос в средствах массовой информации. В прошлом году, по-моему, был поднят вопрос, он приобрел определенное общественное звучание, когда какая-то женщина или группа людей везли энное количество алкоголя. Милиция, согласно действующего законодательства, совершенно справедливо задержала этих людей. И всему обществу, да и руководству по вертикали всем показалось странным. Что тут такого? Ну, люди купили себе там вино. Хватаем, задерживаем людей, отбираем. И пришлось смешиваться президенту и ставить всех на место и возвращать этот товар. Я просил тогда, давайте вернемся к этому разговору и, если нужно, законодательным образом отрегулируем эти проблемы. Вот появился проект указа, поэтому хотелось бы услышать характеристику этого указа. Но исходить здесь надо, коль мы уже влазим в законодательство, исключительно из интересов людей и государства. Ну и той ситуации, которая складывается, то получается у нас более дорогие вещи и очень гораздо важнее вещи возят партиями, сколько кто захочет и продает, перепродает. А тут увидели 20 бутылок вина, начинаем у людей это отбирать. Ну, по-моему, не рыночно, не так? По-моему, есть такой вопрос. Поэтому давайте так, с точки зрения интересов, прежде всего, общества, рассмотрим этот вопрос. Ну и так, чтобы это решение не нанесло вред государству. С точки зрения экономической, прежде всего, налогообложения и так далее. Ну, а с точки зрения моральной, ну, знаете, как в народе говорят, свинья грязи всегда найдет. Поэтому где выпить, как выпить, сегодня же не проблема. Поэтому давайте вот так от жизни примем решение по данному вопросу. Логика предполагаемых изменений очень простая. Как и в случае, пить или не пить, это личное дело каждого. Пусть человек хранит алкоголь столько, сколько ему нужно. Главное, чтобы перепродажей не занимался. Вот свежий пример. Задержали грузовичок жителя Добруша, который без документов вез несколько тонн алкоголя. Однотипных бутылок в ящиках. Ну, вряд ли для коллекции. А машина и вовсе принадлежит жительнице российской Брянщины. Груз оценили в 580 миллионов и изъяли. Перевозил без соответствующих документов 5 тонн спирта, содержащей жидкости. В том числе 3 тонны водки и 2 тонны фальсифицированного спирта. Золотая середина между законопослушными гражданами и теневыми дельцами будет обозначена в доработанной редакции декрета. Главой государства однозначно поддержана норма о снятии ограничений по перемещению и хранению физическими лицами алкогольной продукции. Если это продукция отечественная, маркированная, установленная в порядке акцизными марками Республики Беларусь, без ограничений она может перемещаться и храниться у физических лиц. Если это импортная продукция, опять же маркированная, установленная в порядке белорусскими акцизными марками, она также без ограничений может храниться и перемещаться по территории Республики Беларусь без всяких ограничений. Речь в данном случае идет исключительно о физлицах, не о предпринимателях. Красиво пить не запретишь, коллекционировать или хранить тем более. Скоро законодательные нормы, ограничивающие это, поправят. Но и наказание за нелегальную торговлю станет жестче. Евгений Горин и Александр Добрьян, телекомпания СТВ. В Казахстане подводят итоги внеочередных парламентских выборов. По данным Гзитполов, с огромным отрывом лидирует правящая партия, которую возглавляет Нурсултан Назарбаев. За нее проголосовали более 80% избирателей. За ходом голосования следили около 800 иностранных наблюдателей, в том числе из Беларуси. Обо всех за и против расскажет Ольга Коршун, репортаж из Астаны. Так совпало, что итоги выборов объявили в Навруз, который сейчас празднуют в Казахстане. Это праздник весеннего обновления. Насколько в стране ждали обновления политического, итоги выборов говорят сами за себя. Большинство избирателей отдали свои голоса за правящую партию Нуратан, которая оставила далеко позади своих соперников. 7% барьер преодолели еще коммунисты и демократы. Эти выборы проходили досрочно. Одна из главных причин такого решения чисто экономическая. Это позволило сэкономить около десятка миллионов долларов. Не мудрено, что в своих предвыборных программах партии делали в основном упор на экономику. Но, как отмечают эксперты, от перемены мест в парламенте отношения Беларуси и Казахстана не изменятся. Обновленный мажорист будет искать новые точки соприкосновения с уже проверенным партнером. У Беларуси очень большой опыт и очень большие хорошие показатели, великолепные показатели. Даже в период кризиса они не снижаются в области сельскохозяйства. Нам нужны именно те фермеры, которые могут нести свою лепту в развитие наших отношений, создавая совместные предприятия. Белорусские и казахстанские бизнесмены и политики уже не раз садились за стол переговоров. А вот семья Алжаса белорусский круглый стол только присматривает, чтобы, конечно, проводить неформальные переговоры в кругу друзей и родственников. В Казахстане очень любят большие застолья. Наши поставщики такие традиции понимают. Поэтому в белорусском магазине можно найти не только стол на 14 персон, но и самую разную мебель. Мне, например, белорусская мебель импонирует тем, что она в основном качественная. Как бы если вещи какие-то делаются, то добротно. Уже такой бренд сформировавшийся, когда мы думаем о том, что белорусская мебель, она безопасная, то есть она из хороших природных материалов. Спрос, конечно, немного упал. Все-таки Казахстан под влиянием мирового экономического кризиса. В национальную экономику уже внесли первую лепту даже новоиспеченные мажорисмены. Около тысячи долларов, чтобы поучаствовать в выборах, а заодно подняться на социальном лифте. Кстати, многие жители Астаны тоже платят, чтобы проехать в лифте. Это такая антикризисная коммунальная мера. Карточка стоила 700. Потом где-то буквально через месяц-два сделали 800. Пользуемся как можно реже. Только когда сверху спуститься, подниматься туда. Но в эти выходные, судя по явке избирателей, бытовые вопросы для казахстанцев отошли на второй план. На выборы пришли почти 80% избирателей. За ходом голосования следили около тысячи экспертов. Были среди них и очень узнаваемые лица не только в политической среде. Что меня очень обрадовало на этих выборах, это очереди. Осенью в Беларуси тоже пройдут парламентские выборы. Может быть, в качестве наблюдателя приведете и к нам в Минск? Я люблю Белоруссию и с удовольствием приеду еще до осени. Вот этот спокойный ход выборов, как позитив. Почему? Потому что это говорит о стабильности. Политической, в первую очередь, стабильности. Как в Казахстане, так вот и в прошлом году это было и в Белоруссии. На подведение итогов у Центра избиркома есть еще неделя. После этого новоизбранный парламент приступит к своим обязанностям. Ольга Коршин, Максим Сыцукевич, телекомпания СТВ, Астана, Казахстан. На юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли три силовика. Боевики подорвали бронемашину с военными в районе города Нусайбин, где проходит антитеррористическая операция. Еще одно нападение на полицейских произошло в городе Ширнак. Боевики открыли огонь по полицейским. Один из стражей правопорядка погиб. Ранее в Стамбуле из-за угрозы терактов был отменен футбольный матч между двумя главными турецкими командами. По данным разведки, смертники планировали устроить теракт по окончанию игры. В российском городе Дудинка мощный порыв ветра снес крышу дома в пять этажей. По счастливой случайности никто не пострадал. На несколько часов были заблокированы все подъезды к зданию. Отмечу, что это не единственные последствия мощного ветра. В непогоду было закрыто движение машин по одной из главных трасс. Кроме того, ученикам разрешили не посещать школы, пока действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Барак Обама прибыл на Кубу. Это первый официальный визит американского лидера на Остров Свободы за 88 лет. В ходе своего двудневного визита Обама проведет переговоры с нынешним кубинским лидером Раулем Кастро. Они планируют обсудить вопросы торговли и политической реформы на Кубе. А завтра утром Обама выступит в Большом театре Гаваны, а также встретится с кубинскими бизнесменами. Добавлю, отношения Вашингтона и Гаваны были заморожены более чем на полвека. Экспорт услуг белорусских программистов вырос более чем на 20%. Основными потребителями являются Россия, США, Великобритания. На чем зарабатывает белорусская силиконовая долина, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, вам слово. Добрый вечер, Юлия. Резиденты парка высоких технологий впервые продали за рубеж продуктов на 700 миллионов долларов. Львиная доля дохода приходит от продажи компьютерных программ. Их выпуск за год увеличился на 180%. Потребность Беларуси в данных ресурсах парк обеспечивает полностью. За год выручка от реализации внутри страны IT-гиганта составила 1 триллион рублей. Растет и престижность работы в белорусской силиконовой долине. Заявки на практику в ПВТ приходят практически из всех стран Евросоюза. Белорусские владельцы компаний-резидентов при трудоустройстве отдают предпочтение отечественным программистам. Происходит постепенное смещение у нас из заказной модели в модель предложения решений для тех или иных секторов бизнеса. Белорусы продолжат свободно общаться в Скайп и Вайбер. Пользоваться интернет-мессенджерами можно без препятствий, если соединение между ними будет происходить напрямую. А также если и владельцы программ заключат договор о взаимодействии с белорусскими операторами электросвязи, сообщили специалисты оперативно-аналитического центра. Отсутствие техосмотра автомобиля опустошит кошелек его владельца на 630 тысяч рублей. Такой штраф рискует получить каждый пятый водитель в Беларуси. Взыскание при повторном нарушении в течение года до пяти базовых. Напомню, сама процедура на сегодняшний день для владельцев легковых авто в зависимости от массы составляет от 3 до 11 базовых величин. Частный бизнес может покупать валюту на бирже без посредников. Нацбанк разрешил допуск непрофессиональных участников к торгам. Это организации и предприятия, у которых нет специальной лицензии. Ранее на такие торги могли выходить только банки. Новое правило позволит компаниям сэкономить на комиссионных, которые раньше платили посредникам. Прозрачность формирования валютного курса внутри экономической системы существенно повысится. И доверие к этому курсу будет гораздо выше. Курсы валют на торгах сегодня разошлись в разные стороны. Доллар после выходных набрал 35 рублей. Его курс на завтра 20 313. Евро, напротив, потерял 30 пунктов и по-прежнему ниже 23 тысяч. Российский рубль последовал за европейской валютой и тоже подешевел. Таковы основные деловые новости дня. Мы держим руку на пульсе экономики. Юлия. Спасибо, Юрий. А теперь к другим темам. На рынке труда ситуация тоже стремительно меняется. Так, по последним данным, рабочие специальности сегодня востребованы как никогда. И что примечательно, молодыми людьми. Именно поэтому пенсионерам сегодня найти работу становится все сложнее. Так что же делать тем, на чьей стороне опыт и желание, выяснила Ольга Петрашевская. После 50 очень сложно строиться на работу. Жить-то хочется, а ворвать тоже не хочется. Вот чтобы Сергей Валентинович украл с удовольствием, так это десяток-другой лет от своего же возраста. Сегодня мужчина не только опытный слесарь-сантехник, но и посетитель работодателей со стажем. При том, что Сергею Анисковичу до пенсии еще несколько лет по логике трудовой жизни. Вакансии для тех, кто вот-вот с почестями покинет рабочий пост, менее 2% от общего числа заявок работодателей. Нанимателями города Минска заявлено порядка 6 тысяч вакансий. Из них около 80 это для граждан пенсионного возраста. То есть на данной вакансии наниматель рассматривает вопрос трудоустройства и наравне с другими гражданами граждан пенсионного возраста. А вот уже не отдел трудоустройства, а популярный интернет-портал. Из тысяч заявок на запрос пенсионерам появляется лишь 9 вакансий. Я бы, конечно, устроилась бы куда-то на работу, если бы у нас были свободные рабочие места. Пожалуй, поэтому наша героиня, рассуждая о том, когда же выходить на пенсию, признается, можно было бы и позже. Ведь тогда проблема поиска новой работы для нее так рано не оказалась бы актуальной. Новобранец пенсионных рядов за полгода заслуженного отдыха Татьяна Перепечина уже успела для внучек все перепечь, а для себя переварить. Что работа все же более приятный жизненный вес. Сидя дома, мы только набираем лишние килограммы. Тенденции на рынке труда изменились и разительно. Вакансии, на которые молодежь раньше бы и не взглянула, сегодня с руками все же отрывают те, кому до, а не за. А пенсионерам, у которых есть и силы, и трудовой опыт, остается надеяться на попадание в те самые 2% заявок от работодателей. И, кстати, Татьяне Перепечиной внезапно повезло. Уже после наших съемок ей предложили работу тех персоналов в школе. Но лишь на время декретного отпуска другого сотрудника. Ольга Петрашевская, Анастасия Бут, Сергей Ковалкин и Игорь Синюта. Телекомпания СТВ. Мастер-класс от белорусских медиков, преподаватели и студенты одного из ведущих вузов Японии сегодня посетили минские клиники. В частности, будущие врачи страны Восходящего Солнца интересовались, как в Беларуси диагностируют рак и лечат болезни сердца. Стоит отметить, что в сфере медицины Япония законодательница МОД. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по качеству оказываемых услуг, страна Восходящего Солнца занимает одно из лидирующих мест в мире. Я в Беларуси впервые. Я очень поражен тем, что здесь есть такие высокоорганизованные центры с современным оборудованием. А в Центре кардиологии меня удивила возможность проведения сразу четырех операций на открытом сердце в день. Это порядка тысячи в год. Для сравнения, самый большой кардиологический центр в Японии выполняет в год около 800 операций. Мне очень понравилась эта поездка. Удивительно, что медицинская помощь в Беларуси бесплатная для населения. Это очень хорошо. Мне еще понравилось, что у вас много женщин-врачей, которые занимают серьезные должности. 81-й день рождения сегодня отмечает почетный патриарша экзарх в Сиа Беларуси Филарет. Он служит Богу, Церкви и людям уже более 60 лет. Усилиями первого экзарха восстановлены исторические святыни, построены храмы. Получил широкое развитие, богословский и межцерковный диалог. Просветительская деятельность владыки Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение народа, отмечены высокими государственными наградами. В 2006 году ему присвоено звание Герой Беларуси. С юбилеем митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха в Сиа Беларуси, поздравил президент Александр Лукашенко. На юге Беларуси стартовала посевная кампания. Многие хозяйства Гомельщины, кроме подготовки почвы, уже ведут сев трав, бобовых и яровых зерновых. Похожая картина в Брестской области. В этом южном регионе уже засеяли более 3000 гектаров. Особенность нынешней ранней весны – небольшие запасы влаги в почвах. В таких условиях, казалось бы, чем раньше посеять, тем лучше. Об особенностях начала полевых работ расскажет Петр Бутрим. Земля важная, чтобы сохранить эту влагу, можно и сеять спокойно уже все культуры. В какой момент лучше всего начинать весенний сев, агроном Андрей Гет знает не понаслышке. К полевым работам в самых южных хозяйствах страны приступают, как правило, раньше всех. Вообще в этом году влаги мало на данный момент. Ну и мы раньше из-за этого приступили, чтобы удержать хотя бы влагу, начали изготавливать почву уже к севу. Ну и, соответственно, сразу же сеять. Сей овес в грязь будешь как князь, так гласит народная примета, к которой опытные аграрии стараются прислушиваться. В этом хозяйстве уже успели посеять овес и ячмень. В процессе зернобобовой культуры совсем скоро приступят и к подсеву однолетних трав. Сеем на данный момент горох, сейчас выставляю норму высева, как вы сами видите, недавно загрузились. Вот нормы все соблюдаются, как бы технологии, все полностью идет так, как нужно. Еще один немаловажный фактор на старте посевной – исправная техника. Именно от нее зависит и эффективность работы людей. К сожалению, работа идет как по маслу далеко не во всех хозяйствах. Буквально в нескольких километрах картина иная. Здесь только начали удобрять почву, остальная техника простаивает в парке. Из-за этого хозяйство не выполняет план ни по подготовке почвы, ни по накоплению минеральных удобрений. Мы не можем основную часть техники вывести, потому что у нас некоторые почвы, которые не были вспаханы по осени, стоит вода. Не на полях, но при запускании туда плуга, либо любой техники, техника начинает буксовать. Буксовать начинает при такой работе и все хозяйство. Но если бы почвы подготовили с осени, то уже по весне не пришлось бы оправдываться за свои недоработки. Ведь земля благодарная. Как ты с ней поработаешь, так она тебя и отблагодарит. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Могилев принимает 11-й международный театральный форум «МартКонтакт». Открывается этот молодежный проект драмы на дне. Новая постановка белорусского режиссера Игоря Казакова необычна по форме, художественному решению и содержанию. По сути, это поиск нового театрального языка с применением современных технологий. Усиливает визуальный эффект и то, что на сцене вместе с актерами работают куклы. Герои пьесы попытаются найти ответы на извечные вопросы о жизни и смерти. Еще один не менее эксцентричный проект с куклами, который увидят зрители форума «Мастер и Маргарита» польского театра. Всего же в этом году планируется показ 20 спектаклей из 9 стран мира. Беларусь, Россия, Польша, Армения, Германия и не только. В большинстве своем это премьеры. Организаторам фестиваля «МартКонтакт» этого форума удалось создать высокохудожественную атмосферу, на своем фестивале. Это первое. И второе. Создать такую фестивальную афишу, которую профессионалу интересно смотреть. Надо вырастить хороших художников, хороших режиссеров, актеров. И вот такого рода фестиваль делает хорошую почву, чтобы театр развивался. И в завершении выпуска о триумфальной победе Виктории Азаренко. Белорусска выиграла престижный теннисный турнир в Индиан-Уэлсе. В решающем поединке против первой ракетки мира американки Сирены Уильямс Азаренко добилась победы в двух сетах. Это позволило белорусске вернуться в топ-10 мирового теннисного рейтинга впервые после лета 2014 года и стать восьмой ракеткой планеты. Чемпион Виктория Азаренко Президент Александр Лукашенко поздравил Викторию Азаренко с яркой победой. Глава государства поблагодарил спортсменку за то, что она выстояла в этом противостоянии, проявив лучшее качество белорусского народа. Вся страна, миллионы твоих поклонников и любителей тенниса с замиранием сердца следили за тяжелейшим и эмоциональным финалом в Индиан-Уэлс между двумя сильнейшими теннисистками планеты. Это закономерный результат целеустремленности и упорного труда, благодаря которым ты по праву вернулась на Олимп мирового тенниса, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко искренне пожелал спортсменке и ее команде здоровья, удачи и новых ярких побед. О других новостях в мире спорта смотрите в выпусках СТВ «Спорт» на нашем телеканале в 20.10 и 22.55. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. В студии работала Юлия Александрова. Итоги понедельника мы подведем в 22.30. Я прощаюсь до этого времени. Пока желаю нескучного вам вечера. Субтитры подогнал «Симон»